Алиса Не одна? Да, вот именно. Возможно, нам ещё придётся побороться с другими призраками. И как же нам теперь с ними справляться? Мы же обычные девочки. Ирина, давай об этом подумаем завтра, потому что сейчас уже поздно. Нам пора идти спать. Хорошо, я согласна. Давай подумаем об этом завтра. А сейчас уже темно, пора спать. О, ты уже проснулась? Доброе утро. Ой, привет, Ирина. Ну, как спалось? Ночь была просто ужасная. Почему? Мне показалось, как будто бы я видела Фредди. Представляешь? Вот Джейсон. Наглый. Обещал же, что разделается с Фредди. Видимо, что-то пошло не так. Ладно. Что-то надо придумать. Я знаю. Книга. Книга духов должна нам помочь. Сейчас я её тебе принесу. Вот, Алиса. Я нашла её. Вот, Алиса. Держи. Так, это должно быть где-то здесь. Билли. Нет, это не то. Бабадук. Это тоже не то. Фредди. Вот оно. А вот и заклинание, которое поможет справиться нам с Фредди. Странно. Оно написано на каком-то древнем египетском языке. Ну, что там, Алиса? Что там написано? Она поможет нам избавиться от Фредди и Джейсона? Я не разберу, что здесь написано. Обычно египетский язык используют для захоронения особо опасных мумий. Значит, Фредди был похоронен, а на его могиле было наложено нерушимое заклятие. Ага, конечно. Так уж и нерушимое, если он до сих пор может являться во снах и даже убивать. Значит, Фредди Крюгер нашёл способ обойти это пророчество. Нам необходимо прочитать то, что тут написано. Иначе мы не справимся. Ты знаешь, Алиса, у меня всё же есть одна идея. Дело в том, что я давно этого не делала, но знаю, что способна. Нет, Ирина, я знаю, про что ты подумала. Нет-нет, не бойся. Всё должно быть хорошо. Нельзя. Ни в коем случае нельзя призывать ведьму. Она могла набраться сил в том мире. Ты знаешь, она только и ждёт, что ты вернёшь её. Но у нас нет другого выхода. Только она знает все языки и только она сможет нам помочь. Да, но какой ценой? Знаешь, что я думаю? Если мы уже один раз победили её, сможем и второй раз это сделать. Не знаю, как ты, Ирина, но мне всё это не нравится. Алиса, ты же помнишь, ведьму не так просто призвать. Нужны особенные травы и ингредиенты. Да, Алиса, здесь совсем недалеко я видела ту самую траву, которая необходима для возвратного зелья. А хвост змеи, где ты найдёшь хвост змеи? Да, Алиса, прости. Я знаю, что ты этого не одобряешь. Просто здесь недалеко есть один тайник, который сможет помочь нам. Ну, хорошо, тогда ты иди и ищи травы, а я пойду разожгу костёр. Вот и хорошо. Ты знаешь, я так давно не варила зелья, что уже даже и не помню половину рецептов. Я думаю, к лучшему, что книга с рецептами всяких там волшебных ликсиров потеряна. Может, ты, конечно, и права, Алиса, но парочка рецептов всё-таки осталась в моей голове, и я помню, как варить это зелье. Действовать нужно срочно, пока Фредди не нашёл способа проникнуть в этот мир. Главное, чтобы в тайнике остался хотя бы ещё хоть один хвостик, если кто-то не узнал про этот тайник и не обокрал меня. Да, кажется, это здесь. А, да, вот он. Надеюсь, что он здесь. Есть! У меня тут ещё остался проклятый глаз от проклятой куклы. Но нам нужен хвост для возвратного зелья. Отлично, Алиса, я нашла хвост! Где-то здесь должна быть эта трава, которая необходима для зелья. А, вот она! Отлично! Всё, теперь у меня все ингредиенты. Чуть не забыла. Таракан тоже нужен. Алиса, я нашла всё, что нужно. Хорошо, вода уже закипела. Мы можем начинать. Отлично! Очень хорошо. Вода закипела. Сейчас мы добавим сначала этого таракана. Ирина, пожалуйста, будь осторожней. Теперь хвост змеи. Помешаем. Теперь это волшебное растение. Вау! Значит, мы всё делаем правильно. А теперь осталось лишь одно. Мы должны добавить волшебный порошок. И зелье будет готово. Волшебный порошок. Его осталось так мало. Ну что ж, я надеюсь, что у нас всё получится. Ещё. Нужно ещё воды. Нужно всё сюда. Всё. Зелье готово. Теперь осталось добавить святой воды и произнести заклинание. Рисую круг. Портал от мир. Тебя вернём мы. Стань живым. Зовём тебя. Воскресни вновь. Земля, развергнись. Путь готов. Ирина, смотри. Да, у нас получилось. Но кто это, Алиса? Это он. Это Фредди. Ирина, ты что-то напутала. В момент, когда я готовила зелье, возвратное зелье для ведьмы, я думала только о ведьме. А ты? А ты о ком думала, Алиса? Ах, Ирина, прости. Наверное, это я виновата. Мой страх перед Фредди слишком велик, и я не смогла... Я не смогла побороть его, поэтому в момент того, как ты варила зелье, я думала про Фредди. Прости, Ирина, прости, что же теперь делать? Фредди, Фредди Крюгер, убери свои поганые, грязные, кровавые руки от Алисы. А то что, вам никогда со мной не справятся, девчанки. Ах, Фредди, отпусти меня, мерзкое чудовище! Отпусти меня! Отпусти! Алиса, помоги! Алиса, держи! Отпусти меня! Отпусти меня! Нет! Фредди! Фредди! Алиса! Что же делать? Что же делать? Что же делать? Редактор субтитров А.Семкин,